Это Русский Космос. Здравствуйте! 30 лет со дня первого советско-французского полета в космос. И у нас в гостях летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, участник этого исторического полета Иванченков Александр Сергеевич. Добрый день, Александр Сергеевич. Добрый день, Федор. Непонятно, как эти 30 лет уже пролетели. И несколько такое обоскураживающее ощущение, как быстро летят годы нашей жизни. С другой стороны, вот это полет, вот это событие, это, конечно, было событие жизни для всего нашего экипажа. Нам доверили Владимиру Женебекову провести полет вместе с Пиором, французским космонавтом Жан-Лу Кретьен. Представителем тогда капиталистической страны. Ответственность была колоссальная. Нас ждали только, так сказать, на Земле только с победы, с полновыполнением космической программы. Но я думаю, нам с Владимиром очень повезло, что с нами работал Жан-Лу Кретьен. Я бы сказал, необычный француз. Он из плеяды профессиональных летчиков, испытателей. Во всяком случае, он доводил до Умаковых, образно говоря, «Мираж-2000». Одна из лучших машин во Франции. Он был всегда спокойный, добросердечный. Всегда наделен юмором. Типичная черта французов очень многих. А самое главное, то, что мы изначально почувствовали дружеское и приятное отношение к нам. Добросовестное такое. Это очень многое значит. Как показал полет, он оказался довольно непростым во многих отношениях. Но мы выполнили все. Вас ожидали только победы. А ведь все могло повернуться по-другому. Эта ситуация случилась в самом критическом участке сближения, когда оставалось до станции всего лишь 1,4 км. Автомат формировал комбанду на гашение вот этой скорости, которая достаточно была велика. Более 4,5 метров в секунду. А для того, чтобы это сделать, он сформировал комбанду на разворот корабля, таким образом, чтобы торцевую часть мы были обращены к станции. И с тем, чтобы двигатель маршевый включился и погасили эту скорость. Но, к сожалению, эта операция не прошла. Образно говоря, вот вы едете на машине с приличной скоростью. А представьтесь, что вам нужно тормозиться, так сказать, и гасить скорость. А вам будет стекло закрыто. Ну, за закрытой. То есть ориентируйся. И вот в этот момент сформировалась команда на отказ наших измерительных средств. По сути дела, сформировалась авария. На пульте высветилась вот эта информация. А в этот момент станция из нашего телевизионного экрана ушла из поля зрения. У нас с Владимиром много тренировок. Нам хватило, по сути, двух слов, чтобы понять друг друга. Я успел говорить, что я отдаю. Он понял, что я отдаю ручной режим управления. Он мне подтвердил только давай. Я где-то добрался, что секунд семь. Но чем помог нам Жан Лутос? Он даже нас не спросил, не ждал какой-то команды. Он переключил телекамеру на широкий угол. И мы увидели, что она уходит в левый, нижний угол телевизионного экрана. Но этого было вполне достаточно Джани Бекова. Джани Беков всегда у нас встречался. Мы его называли великолепно-специалистом по ручному сближению. Мы его не начали называть, по-другому называли, как космический аз. И вот эти полтора километра мы, по сути, тормозились. Я ему говорю, придержи боковую скорость небольшую, иначе мы ему врезали станцию. Ему удалось погасить скорость, когда мы, по сути, станцию пролетели метров на 100-150. А дальше он уже совершил, вроде бы в ручном режиме, облет этой станции. Подошел к стыковочному узлу, стыковались. Вот связи же не было с Землей. Связи не было. Как принималось решение? Ну, по сути дела, мы все брали на себе, по сути дела. Это было, это очень, конечно, рискованно. Внешне он был спокойно. Но, откровенно говоря, когда мы вошли, штырь нашего стыковного узла вошел в конус, вспыхнул транспарант Сепка, мы поняли, что мы сатаковались. Я помню, так он отклонился от ручек управления. Мне это, Сань, закурить бы, честно, сказал. Так что это был волнующий момент, который мы, конечно, запомнили. 30 лет назад, 24 июня, в 20 часов 37 минут по московскому времени, с космодрома Байконур к звездам стартовал космический корабль «Союз Т-6» с интернациональным экипажем на борту. Вместе с Владимиром Джанибековым и Александром Иванченковым в советском корабле летел первый французский астронавт, военный летчик Жан-Лук Ретьен. Я думаю, что я не знаю достаточно слов на вашем языке, для того, чтобы сказать, что я создавал в течение этих двух лет. Своего претендента на полет французы выбирали из более чем 400 человек. Пройдя все этапы отбора, Кретьен в Олимпийском 1980-м прибыл в подмосковный центр подготовки космонавтов, где два года готовился к предстоящему полету. На четвертом витке пилотируемый корабль «Союз» пролетал на территории Франции. Для Жан-Лук Ретьена это стало незабываемым зрелищем. Ну, я ему предупредил, вот этот виток сейчас будем пройдем Африку, как раз и должен увидеть, так сказать. Ну, можно сказать, вот видите, его лицо он прилил буквально к иллюминатору, тут уже не до каких экспериментов, он смотрел и видел всю Францию, конечно. На орбите корабль пристыковался к советской станции «Салют-7», где в компании с Анатолием Березовым и Валентином Лебедевым Жан-Лу проработал целую неделю. По возвращению на Землю французский офицер стал пятым гражданином Франции после летчиков эскадрильи Нормандии «Неман» удостоенным звания Героя Советского Союза. В то время всем космонавтам присваивалось звание Героя Советского Союза за удачные полеты. И это была для меня большая честь. Побывать в космосе Жан-Лук Ретьену удалось еще дважды – на Российском Союзе и на американском челноке «Атлантис». Во время экспедиции на станцию «Мир» Жан-Лук Ретьен стал первым из европейцев, проработавших в открытом космосе. А тут в иллюминаторе что-то ногу вижу. Это Жан-Лук почти так. Жан-Лук, ты своей ногой закрыл мне Советский канал. После полета Жан-Лук Ретьена французские астронавты стали частыми гостями на орбите. Причем как мужчины, так и женщины. Но первым был Жан-Лук Ретьен. Интеркосмос – программа, программа советско-французского полета. Это больше политики или науки? Я сказал, что французские специалисты с большой ответственностью подошли к этому, составляя программу полета. Во-первых, мне предложили в мире, тогда еще не было. Была создана специальная портативная аппаратура для ультразвуковой локации сердечных мышц, сердца и сосудов. По сути дела, нашим пациентом для нас в Владимире был Жан-Лук Ретен и его тело. Естественно, мы не специалисты глубокие. Для нас было важно, для нас и логов, и работая с щупом, добиться нужного ответного сигнала. Чтобы облегчить себя эту задачу, мы Жан-Лук Ретену химическим кардашом поставили точки, где щупы устанавливали. Начали это обследовать, и получается сигнал совершенно другого вида, не то, что надо. Мы сначала удивились, потом мы начали искать. Нашли. Оказывается, сердце у него всплыло на сантиметра два в район гортани, в направлении гортани. Ну, когда нашли, так сказать, и сразу записали, в итоге получили нужные результаты. Это было первое сделано. Вторая вот аппаратура, которую они поставили, с названием «Пирамик». Это, по сути дела, для работы по различным звездным скоплениям. Прибор, позволяющий усилить свет вот этих источников приблизительно на пять порядков. Я видел снимки, которые мы делали в полете. Когда смотришь на это вот сплошное месиво, так сказать, звезд, измельченного газа или прочего, впечатление очень большое. Оказывается, мы тоже это сделали. Это было интересно и нужно для астрономов. Они тоже дали очень высокую оценку этим снимкам. Хотя работать и выполнить было исключительно сложно. Почему? Потому что нужно было работать в полной темноте, поскольку прибор был чувствительный абсолютный свет. Каждый раз, по входу в тень, нужно было сначала развернуться, найти на источниках, на него сориентироваться, потому что загасить все остаточные скорости. Дальше экспозиция порядка двух минут, получение снимков, тень всего 35 минут, перейти на другой источник, опять повторить. Мы ухитрялись поделать по три источника за одной тенью. Это достаточно сложно. Вот ты, как специалист, наверное, понимаешь это. 30 лет назад. А давайте чуть-чуть дальше. Вот как Александр Сергеевич Иванченков вдруг захотел стать космонавтом? Ваш путь в космос. Ведь вы же практически сразу после москва... Да все прошло как-то естественным образом, откровенно говоря. Ну, давайте про естество и поговорим. Ну вот, когда полетел первый спутник, я еще был в 10-м классе, конечно, интересом наблюдал за этой звездочкой, которая была второй-второй ступенью, только все мы думали, что это спутник настоящее. В семье у меня, и мать, и отец были конструкторы, видимо, я что-то в генах, что ли, башен. Мне, в общем, хотелось стать конструктором и создавать машины образцом самой красивой современной конструкции. В плане отношений я считал самолет. Поэтому пошел в мои. Ну, мои кузницы, не только самолет-строители, но и ракеты-строители и прочее. Ну, а дальше было распределено подлипки. Сейчас называется РККНР, это бывший КБ Королева Сергея Павловича. Были те годы, по сути дела, каждый инженер, чувствующий себя физически здоровым, делал попытку пройти в космонавт. Отбор был чрезвычайно жесткий, проходили там один из ста. Но у вас же уникальная была ситуация, по-моему, когда вы втроем. В четвером даже, в четвером даже, да. И все четверо прошли. Ремин, Стрекалов, Аксенов и Явы. Все прошли, так сказать. Ну, тогда был уникальный случай. Тогда это был уникальный случай. И уникальный случай, что четверо в одной комнате, по-моему, вы жили, не, не жили, проходили медобследование одновременно практически в Институте медико-биологических проблем, и все четверо... Не знаю, может, мы друг друга поддерживаем в этом испытании. Да, да. Наверное. Александр Сергеевич, вот первый полет по тем временам рекорд на 140 суток на убитие. Да. Хотя было-то очень много неопределенностей, поскольку был первый, длительный, превышали рекорд американцев в полтора раза. Там нарождалась новая кровь, новый аэритроцит, и никто не знал, с чем это кончится. Было в определенной степени эксперимент на здоровье человека, ну, лобок, все кончилось. Достаточно было получено. На Земле там прошли еще очередные 120 суток, родилась кровь нормальная. Я выдохнул, конечно. Володя Женебеков. А самое главное, выдохнули, пошли спокойно. Длительные космические полеты за нами, наших товарищей, прежде всего. Я думаю, это было важно не только для космонавтов, для астронавтов Соединенных Штатов Америки, и вообще для нашей космонавтики, человеческой космонавтики. Это был значимый шаг, и нужный абсолютно. Ну, вот 140 суток, это же не только испытание человеческого организма. Я знаю, что во время именно этого длительного эксперимента вы впервые получили кристалл, выращенный в невесомости. Изучали верхние слои атмосферы, океаны, природные ресурсы нашей планеты, погода, рыбные ресурсы. Огромное количество экспериментов. А вы так обыденно рассказывали. Ну, если вспомнить только, например, о рыбе, я действительно был впервые. Ну, вот случилась такая ситуация на Дальнем Востоке, в нашей флотиле ловилой в оси, ну, такая рыбка мигривала все время за плантоном. А плантон, вот, чтобы его наблюдать, с носа корабля, с самолета, его не увидишь, потому что разница по свете с самолетом моря это очень незначительная. А вот из космоса оказалось, можно увидеть. Ну, и прошлая идея, вот эти два друга летают, можно чем-нибудь увидеть. Пришел человек из морфлота, мы спросили, где? Ну, вот, в Ахотском море, вы увидите скопление нашей, там, сендер. Нам повезло с погодой здесь. Безоблачно нашли, вот, как маковые семечки, это сенеры стоят. И на северо-восток, я помню, так сказать, по нашему оценке, километров 200-250, пятно плантон, достаточно большое, поэтому, ну, мы сказали, вот тут, да. Ну, вот, потом прошло некоторое время, пришел опять этот человек, и начал нас благодарить. Она говорит, за что благодарить? Да мы, говорит, годовой план, говорит, по царе выполнили. Ну, я говорю, пришлите хоть одну рыбу, нам, нет, не прислали. Ну, правда, после полета пригласили, выручили нам такое, к силу почетных рыбаков Советского Союза с правом ловить в любых водоемах. Иногда мы эти полеты. Рыбак рыбака видит издалека, но только благодаря спутниковой навигации. Система глобального позиционирования помогает точно определить в мировом океане место расположения рыболовецкого судна. За рыбаками в море наблюдают в Москве, в центре мониторинга Федерального агентства по рыболовству. Космические технологии делают этот серьезный бизнес прозрачным. Для того, чтобы рыбаки добросовестные знали, что их труд не будет подвергаться нечестной конкуренции, не будет браконьеров, которые не только подрывают запасы водных биоресурсов, но еще и допингуют на рынке. И из-за этого порой рыбаки, те, которые работают по правилам, окажутся в не самом лучшем положении. Под наблюдение спутников попал и барк Крузенштерн. Парусник рыбным промыслом не занимается, однако имеет к нему самое прямое отношение. На единственном в мире четырехмачтовом барке Балтийской академии рыбопромыслового флота России проходят практику будущие капитаны и штурманы. На мониторе виден весь маршрут экспедиции Крузенштерна. Возможность очень точного определения судна практически непрерывна. Для нас это очень важно. Как для промысловиков, потому что работаем вблизи границ рыболовных зон вплотную совершенно. Рыбные дни на Международной космической станции становятся традиционными. В ходе эксперимента Сейнер новые районы рыбного промысла из космоса наблюдал российский космонавт Роман Романенко. Впереди новые эксперименты. Вот этот эксперимент, который вы начинали, это слежение за развитием планктона в акватории Мирового океана, он до сих пор продолжается. Это помогает в освоении ресурсов Мирового океана. Но байка тех времен, я просто всегда живо интересовался космонавтикой, гласила, что все Сейнеры других государств внимательно следили за телом, куда побегут русские, потому что у них информация самая свежая была с космоса. Александр Сергеевич Иванченков, дважды Герой Советского Союза, в кругу многих, многих, многих выдающихся космонавтов он по праву считается одним из самых опытных космонавтов. Почему? Александр Сергеевич, я про программу Буран. Долгие годы вы посвятили именно этой программе. долгие годы вы были одним из претендентов на первый полет на Буране. Расскажите, пожалуйста. Вспоминаешь эти годы некоторым чувством печали. Чем обославлено, по сути, мои чувства с родни на вера. Огромная армия наших специалистов, хочу сказать, в разгар осуществления этой программы, это работали коллективы приблизительно 1100 организаций и заводов. Дойти, по сути дела, до решения проблемы, сама птичка, сама ракета была создана. Состоялся первый пуск с уникальным результатом, когда сам Буран сел с минимальными отклонениями на посадочную полосу Байконуря, приблизительно метров 7 от расчетной точки по длине и буквально сантиметра по ширине от центральной линии. Такого опыт летчика, это огромная задача, чтобы посадить с такой точностью. Увы, мы следующим полетом мы должны лететь с Игорем Волком. Ну, увы, пришла перестройка, пришли другие процессы. Тогда огромная кооперация, которая была кровеносной с оттуда вся эта программа, она распалась и программа была закрыта. Сколько лет ушло на эту программу? Практически 8 лет. Практически 8 лет. Несостоявшийся полет. Буран стали разрабатывать в середине 70-х, как ответ на создаваемую в то время многоразовую систему Space Shuttle, первый шаг Пентагона к так называемым Звездным войнам. Американский корабль мог доставлять и снимать с орбиты любой спутник. Поэтому в 76-м году вышло закрытое постановление правительства Советского Союза о создании многоразовой космической системы. Началась грандиозная стройка. Мы видели поддержку всего государства. Предприятие насчитывалось несколько тысяч только в первой кооперации практически. Это колоссальный труд. Сколько было экспериментальных установок, которые были разбросаны по всему Советскому Союзу. И где-то в Киеве, в Москве, даже в каком-то там, допустим, урюпинске все равно кто-то был причастен к этому делу, что-то строил, что-то делал. Идея создать многоразовый космический корабль у конструкторов возникла еще задолго до Бурана. Даже первый космонавт Юрий Гагарин в 67-м году диплом военно-воздушной академии защищал по теме многоразовые космические корабли. В это же время в Кабы-Микояна проектировали авиационно-космическую систему «Спираль». Небольшой корабль должен был стартовать с гиперзвукового самолета на 30-километровой высоте. Его задача на орбите контроль иностранных спутников и разведка. С моей точки зрения не нужно было закрывать программу «Спираль». Она бы выполняла функции во всяком случае контроля и безопасности наших спутников или при необходимости уничтожения других спутников. Опыт «Спирали» пригодился, хотя многое надо было делать заново. Например, самую мощную ракету в мире «Энергию», которая могла вывести на орбиту более 100 тонн. Именно она-то и подняла в космос «Буран». И, конечно же, уникальная система управления, основанная на цифровой электронике. Сделав два витка вокруг Земли, «Буран» приземлился в автоматическом режиме без участия человека. За три часа полета корабль только на секунду отклонился от графика. Я не верил, что «Буран» непилотируемый опустится именно на наш аэродром и сядет благополучно. И что же вы думаете? Он прекрасно выпустил парашюты, сел и приземлился. Мы замеряли два с половиной метра по оси отклонения и полтора метра по дальности. Всего было построено три корабля «Буран». Запуск второго планировали в 91-м году. Он должен был состыковаться со станцией «Мир». Но Советский Союз распался, финансирование программы прекратилось. Александр Сергеевич, а сейчас? Я же знаю, что помимо работы, а вы продолжаете работать в летно-испытательной службе «РКК «Энергия»» и проработка новых вариантов и новых идей новых кораблей и работа с молодежью и вместе с тем теннис. Откуда это? Ну, действительно, я уже до 16 лет возглавляю теннисовый клуб космонавтом, являюсь его президентом. Ну, я считаю, так сказать, не только для меня, я думаю, всех членов клуба космонавта это большая душа. Но мало кто знает, что Юрий Алексеевич был по-зуде первым теннисистом в «Звездном городке». Но специально у нас в клубе висит фотография Юрия Алексеевича с «Ракеткой». Так что он позвал нас тоже играть теннис. Вот почему теннис-клуб назвали именем Юрия Алексеевича и Гагарина. Ежегодно, вот в этом году уже 16-й раз проводим накануне или сразу после «Космонавтики» турнир, посвященный Юрию Алексеевичу и Гагарину. Александр Сергеевич, а в чем секрет Иванченкова? Тренировки молодых экипажей, работа в конструкторском бюро РКК «Энергия», «Теннис». В чем у вас секрет? Аристотель сказал, «В движении есть жизнь». Моя жизнь тоже в движении и стараюсь с этой формулой всегда приобретироваться в этом. А движение, оно обуславливает или дает возможность двигаться в своей профессии, двигаться в свое здоровье и, прежде всего, развивать и расширять свой кругозор. Видеть многие страны, знакомиться много людей, приобретать много друзей. По-моему, в этом был смысл жизни. Александр Сергеевич, в вашем движении, в вашей жизни спасибо, что нашли время для нас. Будем рады всегда вас видеть здесь. Спасибо. Буду стараться. Это был «Русский космос». Движение – это жизнь. Это заповедь не только Аристотеля, но и Александра Сергеевича Иванченкова, нашего сегодняшнего гостя. Спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова